С добрым утром, дорогие мои девочки, дорогие мои зрительницы! Сегодня мы с вами завтракаем. Встала немного пораньше, чтобы не проспать. Яичница с помидорами черри. И помидорок-то я побольше, побольше. И, конечно же, буду кофе. Сейчас сюда залью молоко, и нам кофемашинка сварит кофе. Знаете, мы с Александром поем оды всегда нашей машинке. Ну, машине, машине, кофемашине. Потому что, ну, лучше нее, лучше нее, пока мы отзывов не встречали. Вот такой вот бренд. Покупали мы ее осознанно, потому что она дорогая. Ну, может быть, для кого-то и дешевая. Для нас была она дорогая. Потому что любую другую, как бы, подешевле мы могли купить. А вот на эту мы... А, возможно, знаете, была она и не наша. То есть, ранее мы не покупали. Потому что, если захотели, мы обязательно купили. По-видимому, знали, что мы им все-таки будем переезжать. А чем меньше техники, тем проще переезжать. Так, ну, что у нас здесь? Здесь у нас уже яичница почти готова. Немножечко вот так вот перемешаю. Как у вас сегодня настроение с утра? Вот если у меня не выходной, то у меня настроение не очень. В течение дня, конечно же, оно у меня поднимается. Настроение я имею в виду. Так, ну и сейчас вчерашний чай я выливаю в заварку. Заварю сейчас новую. Новый чаек, какой бы нам взять с вами. Вот этот вот Александр и нам привезли с мужем. Первая брачная ночь. Очень вкусная. И вот эта вот тоже первая брачная ночь. Мне понравилась. Александр прям в восторге. Он любит, когда здесь много различных ароматных добавок. Цветочки, лепесточки, ягодки. А их здесь очень много. Итак, всем приятного аппетита. Конечно же, перекладываем на тарелочку и завтракаем. Нужно попробовать на соль. По-моему, я хорошо посолила. Кто любит жареный помидор? Я просто обожаю. Еще нам нравится с Александром вяленые помидоры. Они продаются в супермаркетах. Если не пробовали, попробуйте. Ну, если вы любите помидорки, то вам очень-очень они понравятся. Ну, еще раз приятного аппетита. Я пошла завтракать. Одно удовольствие осмотреть на огонь и воду и на работающего человека. С работы сейчас я иду. Нужно зайти вон туда, вон там рынок. А здесь у нас бабули сидят, торгуют. Частенько у них я покупаю яблоки, клубнику летом, абрикосы. Ну, и сейчас, наверное, яблочко куплю. У меня здесь встреча назначена. Сейчас встретимся с девушкой и пойду куплю. Может быть, винограда. Что-то очень хочется похолодало, хочется что-то вкусного. Но тортиков навряд ли. Навряд ли тортики буду. А, по-моему, сейчас вообще ливанет дождь. Что так нахмуривается. Нужно быстренько-быстренько и домой. Вообще, накрапывает. Я даже не пойму, откуда накрапывает. С этой тучи или с фонтана капли. Ладно, девочки, пойду. Дабы не попасть под дождь. А под дождь я, конечно же, попала. Ну, ничего страшного. Я бегом-бегом. Зато я дома. Зашла еще в магазин. В магазин купилку и ждал. Сейчас покажу. Как я уже сказала, немного попала под дождь. Еще бы совсем чуть-чуть, и я бы была дома. Но нашла тучка. Дождь пошел. Солнце. Меня встречают. Так, сейчас покажу, что купила. И зайду, замнесу сыну с невесткой, с дочерью сладость, которую я купила. Так, что купила? Купила пирожные вот такие вот сыну и дочери Александре. Затем зефир в шоколаде, зефир ванильный и вот такие вот вкусные, просто очень вкусные конвертики. Можно самим все испечь, но проще купить, чай попить и забыть об этом. Правда же? Плюс еще купила зелень им на салат. Здесь укроп и кинза. Себе взяла только укроп, потому что мы с Александром как-то кинзу не очень любим. И себе взяла виноград. Нам. Не себе, а нам. С Александром. Мы будем виноград. Дети будут пироженки. Ну, к чаю так. Так, ну все, я сейчас поставлю мыть виноград. Кстати, без косточек, он вроде бы крупный, да, такой, но без косточек. И черный тоже, черный Молдова. Очень вкусный, просто сладкий. Поставлю мыть, вдруг шлаг будет стекать водичка, а я пойду отнесу сейчас детям к чаю. Меня, конечно же, кто меня встречает? Ну-ка, кто меня встречает? Саманта встречает? Мишель из Ластена. Привет, Тульки, привет, Тульки. Сейчас мама сходит к детям, отнесет и придет. Александр уже переоделся, да? Переодевается. Хотела его показать. Он уже переодевается. Может быть, сейчас с ним зайдем в гости к сыну и к Александре. Так, очень хочется лечь рядом. Очень. Но не пускают. Ну, все ведь лежат, спят. А Златика нет. Ну, ложись, ложись, давай. Можно, можно, ложись. Там Соломочка спит. А здесь Златика не пускают. Как же это нужно уличься-то так вот прям. Ой, красота. Влад, места не хватает, да? Не хватает, конечно. Соломочка, Сомантик. Ой, я скажу, улетелась здесь, лежит. Кто это к маме пришел? Это кто пришел к маме? А? Не спится тебе, мой сладкий. Зластенок, тебе не спится? Нет, не спится. О, кошмар! Приснился, да? Безобразие какое. Ой. Ну, ладно, давай ложись. Ложись, мамы, ложись. Ложись, будем спать. Да? Вместе? С тобой? Да? Ну, ладно, спокойненько, ночишки. Пока-пока. Нет? Еще поговорим? О чем? Давай, пока-пока. Пока-пока. Что ты тут проверяешь, а, Мишель? Ну что, у нас сезон арбузов. Александр купил вот такой вот арбуз. Травянистый. Травянистый зеленый цвет. Мелкую-мелкую сеточку. Потом вот такой арбуз. Ну, тоже прикольный. Не как обычные. Ну, девчонки здесь, конечно же, уже уши на макушке. Да, пришли посмотреть, что за арбузики. Арбузики они любят. И еще один арбуз. Пойдемте посмотрим. И вот такой вот арбуз. Травянистый. Березка. Да. Выбирал три разных сорта. Да. Ну, те мы уже ели. Зачем нам три арбуза? Сразу скажи. Ну, один дети заберут. А два мы сидим. А два мы сидим. Ну, березку мы просто еще не пробовали. Березку сорт. Так, ну, давайте попробуем. Вот. Попробуем, что за березка такая. Ой. Ну, они сейчас, мне кажется, все хрустят, потому что уже сезон. Мы еще долго будем есть арбузы. Ну, где-то с месяц, да? Так, а это сахарный. Ух ты. Ух ты. Даже у него. Любите ли вы так арбузы, как любим мы их? Мне нравится, чтобы... Первый пробует ты теперь. Семечки крупные, да. А то ты все мне да мне. Я люблю, когда крупные семечки, их просто удобно доставать, да. Ну, как? Ну, вот это сорт сахарный. Угу. Он не такой сочный, как вот те, но у него прям зернистость чувствуется. Кушаешь, прям зернистость. Очень вкусно. Да. А посмотрите, какая у нас погода, природа, небо. Тучки такие. Ну, сегодня даже не обещали. Ну, это мы все кушаем в Волгоградские арбузы. Астраханские когда будут? Ну, давно уже идут. Просто я езжу в Волгоград и прям беру с бахчи в Волгоградские. Угу. Прям с бахчи. Ты случайно работаешь не бахчуром? Нет. Но часто там бывают. Ну, проезжаем через поля. Там продают прям с поля. У этого сорта кожица толстая. Кожица толстенькая. Да, мы до этого покупали. Какие арбузики красивые. А следующая партия будут желтые арбузы опять. И знаете, если честно, заблуждение вот вводят не знатоки. Ясно в итоге. Что вот белые полосочки это нитраты. Нет, это не нитраты. Это консистенция арбуза. Ну, проще сказать, как знаете, ну грубо так, венточки. Вены. Вены. А слышал от многих людей, что это же нитраты. Ну, а как вы хотите сказать, чтобы арбузы, допустим, помидор был без вот этих вот полосочек? Такое не бывает. И сейчас нитраты. Да, когда все растет. И так. Ой, с хрустом таким. Ну, что вам сказать. Приятного вам, девочки, аппетита. И нам тоже. И нам неспокойная ночь будет, я так понимаю. Ну, ничего, как-нибудь. А вот смотри, полоса здесь вообще не попадается семян. Как на картине. Даже видно вот эту сахаристость его, этого сорта. Прямо вот оно такие, крупиночками. Если мы с тобой были бахчорами, из нас хорошие продавцы. Бахчор. Из нас хорошие были бы продавцы. А вы поедем на пенсию? А вы попробуйте. А посмотрите. Купим дачу. Дачу. Все засеем. Болосы. Вкусно. Будем бахчорами. Ладно, всем приятного аппетита, девочки. А вот здесь вот, кто ждет. Смотрите. Я совсем о них-то забыл. Ага. Ну-ка, дай попробовать. Кусочек, скажи. И не один. Проглотил. Сочная. Вкусная. Ну и злость. Ой, и самантия там еще. Ой, я твои босы и ноги показываю. Но мы ходим босыми дома. У нас тепло. У нас нет теплых полов, но дома у нас тепло. Да. Ой, не могу оторваться. Вернулись мы с магазина. Ходили по делам. Уже вечер. Вот. Но дела на инстаграме решить. Это тот самый арбуз. Сорт березка, да. Мы едим. Вкусный. Да. Кто там ехал. И зашли в магазин. Кое-что купить. Что вы там купили? Рыбку. Как называется? Белорыбица. Ну, это все уже знают, что мы ее любим. Да. Да, белорыбица. Она начинает таять. Я хотела форель. А Александр говорит... Ее чистить надо, да. Форель там была. Ну, чистить надо. Я хочу форель. Батончик к бутеврозам. А бутеврозы будут с колбасой. С моей любимой русской. Ермолинская колбаса. Русская. Вот. И сало купили. Да не может быть. Да. Купили сало с чесночком. Оно здесь с приправами. Со всякими... Это называется похолодало. Да, похолодало. Сало надо есть. К чаю взяли кокосанки. Вот. Чай будем пить. Ну, тоже. Так, что у нас здесь? Кокосанка. Да. Это такое печенье с кокосом. Очень вкусное. Молоко это для кофе. Завтра с утра будем пить кофе. Ну, это мне попить молоко. Да, это ты любишь. Ну, это Светлана себе взяла. Любимую коровку с приноски. Вечером на ужин. Попьем напиток тропический микс. Нельзя запивать. Да. А мы запивали. Ну, и Зеву взяли Deluxe. Роскошный комфорт. С питающими подушками. Не знаю, что там за подушки такие. Но какие-то впитывающие. Будут все впитывать. Втулка не смывается. Это вот здесь, вот видите, сразу пишут, что в этой втулке не смывается. Это хорошо. Сейчас все современные бумаги уже делают, что это втулку можно прямо в унитаз, и она там растворяется. А эта не смывается. Ты хочешь об этом подробно поговорить? Очень хочу подробно поговорить. Вот как-то Зеву плюс не перешла. Шелковистая мятость. Ну, как-то так. Вот все, что мы сейчас вещем купили. Ну и приступим к уничтожению арбуза. Как, будем уничтожать? С удовольствием? Да, в четыре руки. Правда, очень вкусные. Продолжение следует...